БPro детей Последний вид хадиса, который рассматривается при рассмотрении книги Байкуни и называется «Аль-Маудуа» Аль-Маудуа, то есть ложный хадис, выдуманный хадис Правильно говорить выдуманный, нежели ложный Ложный – это что, бапль? Ложный бапль Говорят бапль, проходись, если он выдуман и при этом противоречит основам шариата Тогда проходись, говорят, бапль Если хадис просто выдуман, так и не противоречит основам шариата, обычно говорят маудуа, выдуманный хадис. Однако иногда, что используют слово маудуа, также на тот хадис, который выдуман, и противоречит основам шариата, тоже иногда используют маудуа. Но чаще говорят баты, ложи. Халянназым, рахиму Аллаху Та'аля, говорит Байхуни, вальказибуль мухталаку алмасну алянналифа зааликал маудуа, так? Говорит ложь, выдуманная и изобретенная на пророка, салаллаху алейхи вассаляма, этот хадис называется маудуа, называется выдуманным. Ашарфу Тауллих разъяснение, говорит вальказиб, что такое казиб? Ай аль макзуб аляннаби, салаллаху алейхи вассаляма. То есть, если что-то выдуманное на пророка, салаллаху алейхи вассаляма, и передано в виде хадиса, то этот хадис называется маудуа, хадис называется выдуманным. И у себя можете подписать, что это не ограничивается пророком, салаллаху алейхи вассаляма. Также, если возведена ложь на кого-то из подвижников или последователей, Что тоже про этот хадис говорят Мауду Про этот Асар или про этот хадис тоже говорят Мауду Так, то есть не ограничивается название Мауду Только лужи на пророка, саллаллаху али и ва саллана И кто, тот подвижник, на которого возведено больше всего лжи Что скажет? Али ибн Абиталет, так? Кто на него лжь возвел? Рафидиты, так? Рафидиты на него возвели столько лжи Что Али ибн Абиталет Никто к нему даже близко подойти не может По количеству лжи, которые на него возведены Говорит Аль-Мухталек Что такое Аль-Мухталек? Би-сад хил-лам ба-да-кав Ай-Аль-Мухталек, аль-Лави лам-юнсаб и лан-наби саллаллаху али и саллама аслам Аль-Мухталек, то есть выдуманный От него халк создавание Аль-Мухталек, то есть созданный, как называется, изобретенный, выдуманный И приписанный кому-то пророку, саллаллаху али и саллама И не имеет отношения к пророку аслам, то есть в основе Этим своим словом выдуманный То есть Байконе сказал как? Ложь выдуманная Этим своим словом говорит он, что Вводит понятие маудуа Если ложь на пророка, саллаллаху али и саллама Возвели амда То есть намеренно И нет никакого сомнения, что намеренная ложь на пророка, саллаллаху аслам Называется Маудуа, называется выдуманным хадисом Но исходя из этого, из этих слов в Байконе Выходит, что если ложь возведена на пророка, саллаллаху аслам Не намеренно, а по ошибке То говорит, что такая ложь не входит в понятие хадиса Маудуа И это говорит, что махалли шкаль И это говорит, что приводит нас к затруднению То есть получается, что мы говорим Если ложь выдуманная на пророка намеренно, тогда это Маудуа А если не намеренно, нечаянно так, тогда не Маудуа Это не совсем правильно Так в обоих случаях такой хадис будет называться Маудуа Так в обоих случаях хадис будет называться Маудуа И, видимо, Байкуни решил привести в своей Байкунии так, в своем тихе Только самый известный вид хадиса Маудуа Что значит самый известный вид? То есть, когда ложь возведена намеренно А менее известный вид, когда ложь возводится не намеренно, не включил в Байкунии Но здесь нужно сказать, что несомненно, даже если человек совершил ошибку И приписал пророку согласно ложь, нечаянно так, не намеренно То это все равно называется хадисом Маудуа Даже если это не опускает уровень передачика То есть не вредит уровню передачика Так как за ошибку мы не можем что понизить уровень передачика Кроме как если эта ошибка происходит от него часто Если он делает такое часто, тогда это что? Вводит или уменьшает уровень передачика То есть его памяти, например, или его возрастные и так далее Аль-Масно Аль-Масно тоже как изобретенный Ай-Мин-Вады-Иги То есть изобрел его выдумщик И относительно этого слова мы можем сказать то же, что сказали относительно слова Мухталя Аль-Масно 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 То, что более правильное мнение То, что если даже передачик выдумал что-то на пророка Саласан нечаянно То все равно это называется как Маудуа Аль-Наби Аль-Масно 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 Единственное определение хадиса Маудо – это такой хадис, матан которого, то есть суть слова которого противоречат основам шариата, аурауи и казабан, или в нем есть передача, который является лжеством. Здесь у себя отметьте, что не является условием называния хадиса Маудо, чтобы он противоречил, чтобы суть его противоречила основам шариата. То есть даже если хадис выдуман и не противоречит основам шариата, все равно этот хадис называется Маудо. Определение с разных книг, то есть либо у имама Ибн Хаджира взято, либо у Ибн Раджиба, либо с Муфказа, имама Загаби, и так далее. Если я конкретно, которое определение привожу, не подписывал у себя, где я их конкретно взял, так, то есть разность книг на хадисы. Иногда просто у шейхов каких-то спрашивал и так далее. Дальше. И говорит, выдумщики хадисов бывают что? Разными, так бывает разными. Смотря на то, что заставило их выдумывать хадис. И вот эти причины, которые заставляют человека выдумывать хадис, их множество, так? Говорит, назовем здесь некоторые. Первое. Первая группа выдумщиков это занадиха, то есть безбожники, так, дзиндейцы, безбожники, которые делают это для того, чтобы заблудить людей. То есть выдумывают хадисы, чтобы этим заблудить мусульман. Говорит, хамалагум ала волна им али тихваш биддин. Вынуждает их к выдумыванию хадисов, их легкомысленное отношение к религии. Из них можно сказать, можно назвать Абдул-Карим ибн Абил-Ауджа. Абдул-Карим ибн Абил-Ауджа из таких, то есть из кого? Из безбожников или из дзиндиков. Аль-Лази Амара бидар б'ану-тихи Мухаммад ибн Сулейман ибн Али. Казнить которого приказал правитель Мухаммад ибн Сулейман ибн Али. Так? Или как Мухаммад ибн Саид аль-Махнуф. Вал-Харис аль-Каззат. Или кто? Харис аль-Авар. Кем, знаешь, был? Зиндикам был. Так? На Али ибн Абиталиба выдумывал хадисы. Говорит, аль-Лази изда аль-Нубува. Более того, этот Аль-Харис ибн Каззат заявил, что он был пророком еще к тому же. Так? Вал-Мухира ибн Саид аль-Куфи и вагири хил. И Мухира ибн Саид аль-Куфи и другие. То есть все эти люди выдумывали хадисы из-за того, что были безбожниками. Так же, если мы хотели заблудить людей. И есть вторая группа. Это те, которые выдумывают хадисы для того, чтобы оказать поддержку своему мазхабу. Так, своему мазхабу. Как, например, хадсабиты, а также рафидиты, а также что? Некоторые из салимитов. Понятно, некоторые из салимитов. То есть у них это их мазхаб. То, что они имеют право выдумать хадисы от пророка для того, чтобы поддержать свое мнение. Рафидиты такое делают. Так это у них основа их мазхаба, основа их религии. Третья группа людей, это люди, которые выдумыванием хадисов приближаются к кому-то правителям. Привлижаются этим самым правителям. Выдумывают хадисы, которые соответствуют мнениям и желаниям этих правителей. Как, например, Гияз ибн Ибрагим. Он выдумал хадис для правителя, которого звали Аль-Махди. Так, запишите у себя этот один из правителей Аббасидов. Один из правителей Аббасидов. Так, из чего? Из семейства Аббас. Известный правитель Махди. Так вот, для этого Махди Гияз ибн Ибрагим выдумал хадис. Нельзя что соревноваться за деньги, кроме как в стрельбе. Насль это что? Стрельба. То есть, двое-трое стреляют, и кто попал в цель лучше, тому дается приз. Или хуфтин, или во всем, или как это сказать, когда соревнуются в беге. Как это соревнование в беге? Скачка, так? Или скачки на верблюдах. Ау-хафир. Или за скачки на лошадях. То есть, исходя из этого хадиса, можно соревноваться за деньги на... За стрельбу, за скачки на верблюдах и за скачки на лошадях. Это хадис достоверный. Сам по себе это хадис достоверный. Приходит у кого? У... Как я помню, у мамы на сайт приходят. Как я помню, приходят... Даже так у четверых приходят. Так у Абу-Давы на сайт Тирмин и Махди этот хадис приходят. И плюс еще у имама Ахмада. Так вот, Гияз ибн Ибрагим добавил в этот хадис еще одно. Сказал Ау-Дженахин. А также можно соревноваться в чем? В голубях. То есть, в полетах голубей. То есть, двое выпускает голубь. Кто впервые прилетит, тот получает приз. Почему? Потому что Махди в те времена очень любил соревнования голубей. Любил играть с голубями, так? И после этого Махди оставил эту свою, что привязанность к голубям. Более того, приказал, что зарезать тех голубей, которые у него были. Сказал, моя привязанность к голубям заставила этого человека выдумать хадис. И здесь нужно сказать, что на голубях нет никакого греха. Так, и не надо было их резать. То есть, надо было с кого зарезать? Понятно, кого надо было резать. Так, то есть, не голубей, а этого выдумщика. Дальше. Четвертый вид хадиса. А, четвертый вид хадиса. Четвертый вид выдумщиков. Барбун, Кану и Атакасабун и Бизалик. Люди, которые зарабатывали тем, что они выдумывали хадис. То есть, зарабатывали деньги на том, что выдумали хадис. А потом ходили по базарам, рассказывали эти хадисы в своих историях. То есть, рассказчики. Так, как, например, Абусаад Аль-Мадайни. Как, например, Абусаад Аль-Мадайни. Выдумал хадис, потом рассказывал различные истории. Этот хадис включал свои истории. И этим самым, что люди кидали ему монеты с деньгами. Пятый вид таких выдумщиков. Люди, у которых были плохие дети, так? Или плохие хадисы. То есть, те, которые записывали от их имени хадисов. Эти дети их, так? Или их писцы, что выдумывали хадисы и списывали в их книги. Так что этот мухадис не замечал, что этот хадис вписан в его книгу. И думал, что этот хадис достоверный. А на самом деле ложный. И передавали эти хадисы, даже не замечая, что эти хадисы вписаны в их книгу. Ложно. Так ли это? Каабдилла ибну Мухаммад ибну Радиа Аль-Кудами. Это подобно тому, как это произошло с Каабдулла ибну Мухаммадом ибну Радиа Аль-Кудами. Шестой вид таких выдумщиков. Барбун, Яльжауна и Икамаки Далили. Люди, которые давали фетвы. И их вынуждали, что задавали какой-то вопрос. Они давали какой-то ответ. Потом говорят, а какой Далили? И он не хотел опозориться тем, что он что, дал неправильный ответ. И начинал выдумывать хадис в пользу своей фетвы. В пользу своей фетвы. Говорит... Барбун, Яльжауна иля Аль-Камаки Далилин, Аляма Асау Биги Би Ара-Игин. То есть приходилось им выдумывать хадис для того, чтобы поддержать ту фетву, которую они дали, исходя из своих мнений. Фаябаун, выдумывали хадис. Как это передается от Абун-Хатсаба ибн-Удихе. Если это достоверно от него установлено. Если это достоверно от него установлено. Седьмой вид выдумщиков. Барбун, Яхлебуна, Санадель-Хадис. Такие выдумщики, которые переворачивали или изменяли их над хадиса. Лиюстаграб. Чтобы их хадис становился каким? Редким. Так? Паюхаткистанаи и мингум. И люди приходили к ним, чтобы взять от них такие редкие хадисы. То есть для этого. Чтобы что? Свою известность повысить. Восьмой вид выдумщиков. Барбун, Ятадайянуна, Бизалика. Которые делали это из религиозных соображений. Хотели этим добро принести. То есть выдуманы хадисами для того, чтобы добро этим принести. Литаржибан-нашки, Афалин-Хайр, Биза-Амихин. Для того, чтобы побудить людей в совершении благих деяний, как они считали. И они все люди, которые приписываются к афкетизму. Так? К афкетизму. И на самом деле вот этот восьмой вид самый вредный для хадисов. Самый вредоносный для хадисов. Для этого Ятадьибан обязали. Потому что они считали, что за это еще награду перед Аллахом получают. То есть возводят ложь на пророка и считают, что этим получают награду перед Аллахом. И говорили, мы не возводим ложь на пророка. Мы возводим ложь за пророка. Мы говорили, не на пророка, а за пророка ложь возводим. И говорит, И считали, что этим приближаются к Аллаху. И поэтому не могли оставить эту свою профессию. А люди доверяли им, так как видели, что они боговоязвенные, как аркетичные, праведные люди. И опирались на их хадисы. Потому что видели, что они приписаны к каткетизму и к праведности. И передавали от них эти хадисы. И пример тем, которые выдумывали хадис, надеясь за это, на награду от Аллаха. То, что передается от Абу Айсма. Нуха ибн Адимарин Аль-Марвази. Калый Марву, который был судьей миром. Человек был судьей миром. И при этом выдумывал хадисы, надеясь на награду от Аллаха. Об этом передает со своим сладом. Хадис Аль-Хадис Аль-Хадис. То есть кто Хадис Аль-Хадис. Аль-Хадис Аб-Аб-Ди-Лла. Иля Аб-Аммар Аль-Марвази. Услов Абу Аммара Аль-Марвази. Аннау кила ли Аб-Исма. То, что однажды Абу Айсме этому так Нуху ибн Аб-Имар им сказали. Откуда ты взял эти хадисы? От Ай-Крима, от Ибн Аббаз, что в достоинствах каждой отдельной суры. То есть кто прочитает, что в Аллахахад, ему будет так-то. Кто прочитает, что в Суру Табарак, ему будет так-то. И на все суры есть у него от Ай-Крима, от Ибн Аббаза, что какое-то достоинство за каждую суру. Откуда у тебя эти хадисы? И никто из учеников Ай-Крима такого не передает, кроме тебя. Так? Говорит Факал, он сказал, Я увидел, что люди отошли от Курана. То есть мало начали его читать и что? Мало начали над ним размышлять. И начали заниматься фихом Абу Ханифы. И начали читать сиру Мухаммада ибн Асхака. И придумывайте хадисы, надеясь на награду от Аллаха. Чтобы они вернулись в Куран и начали читать Куран. Про это Абу Исму говорили, что этот Нух Аль-Джамия собрал за каждую суру отдельное достоинство. Факал Абу Хатин ибн Ахибан. Сказал Абу Хатин так. Он собрал все, кроме правды. Так? Собирающий говорит, собрал все, кроме правды. Говорит. И сказал Абу Абду Аллах Аким. Водоа хадис хадайли Куран. Он ведомо хадисы. О достоинство Курана. Варуа ибн Ахибан. В муقدме тариха адду Афа. Итанжи ибн Ахибан. Он принесло в своей книге тариха адду Афа. От Ибн Махди. Тир-гайот. То что Ибн Махди. То есть Абдурахман Ибн Махди. Сказал. Откуда ты взял эти хадисы? Кто прочитает такую-то суру, ему будет кто-то. Я выдумал их для того, чтобы побудить людей в пение этих сур. У вас это есть? Сайда. Говорит примечание. Аль-Ваби Ауна. То есть отсюда поняли, да? Всего 8 бывают видов выдумщиков. 8 причин, по которым выдумщики выдумывают хадисы на пророка, салава аль-саляму, или нас, подвижников. Говорит примечание. Аль-Ваби Ауна. Минхум маньяхуду каляман. Мин инди нахсихи. Выдумщики бывают такие, которые сами выдумывают хадисы. Ваирвихи иляннави, салава аль-салям. А потом приписывают их пророку, салава аль-саляма. Ва минхум маньяхуду калям баалдин фукама. А из них те, которые берут слова разных мудрецов. А у баалдин фукама, или разных аскетов, то есть разные пословицы, например, так, или поговорки. А у лисра и лияд, или берут кто-то из книг людей писания. И превращают его в хадис. Подобно выдуманному хадису. Аль-наида бейтудда. Желудок является домом болезней. Желудок является домом болезней. Ваиши нету раз туддала. А что? Горячка является что? Главным лечением. Главным лечением. То есть, если приходит всего горячка, потом приходит что? Без лечения. Саады минхум маньяхуду калям баалдин фукама. Это, говорит, является словами некоторых врачей. Так, некоторых врачей. И нет ему этим словам основа от пророка, салава аль-саляма. Понятно. То есть, некоторые выдумчивы, тихо на выдумывают. А некоторые берут слова разных мудрецов и приписывают их пророку, салава али-саляма. Следующий вопрос. Как ты можешь распознать, что этот хадис мудрец? Галя ибнус-фалах сказал Абу Амр ибнус-фалах, нету раз. Говорит. Мы можем узнать, что хадис является мудрец ложным, выдуманным тем, что этот выдумчик сам признается в том, что он выдумал этот хадис. Или, если он сам не признался, но сделал какое-то действие, из которого мы понимаем, как будто бы он признался. То есть, например, он рассказывает хадис, допустим, от Мухаммада ибн Абдилля. Мы говорим, когда родился Мухаммад ибн Абдилля. Он говорит, в 64-м году. Так, в 64-м году. Точнее, нет. Мы говорим, когда умер Мухаммад ибн Абдилля. Он говорит, в 64-м году. А ты от него перезариваешь, когда родился. Он говорит, в 70-м году. То есть, что он как будто признался, что он не видел и не слышал этого человека, Мухаммад ибн Абдилля. Так как он родился через 6 лет, после того, как умер этот человек. Это подобно признанию от выдумщика, что он выдумал этот хадис. Также можно понять, что хадис выдуманный, если есть какие-то короткепенные доводы, так, короткепенные доказательства относительно передатчика или относительно хадиса. Например, были выдуманы некоторые очень длинные хадисы. свидетельствуют о том, что эти хадисы выдуманы, ошибки в речи, то есть ошибки в арабском языке. Исходя из этого, если ты увидишь хадис, и в нем есть элементарные ошибки арабского языка, ты можешь сказать, что это не слова пророка, так или нет. То есть, отсюда сразу понятно, что этот хадис был выдуман каким-то двоечником, так, в арабском языке. То есть, несмотря на то, что он еще и выдумщик, он еще и двоечник, так, то есть арабский язык плохо знал. Исходя из этого, у тебя есть два пути, как ты можешь узнать, хадис молодой или нет. Первое, это что? Если выдумщик сам в этом признается. А во-вторых, что? Если что-то указывает тебе на это из состояния передатчика или его передатчика, как, например, ошибки речи. Понятно? Вопрос. Вопрос, разбираться которого в книге нет, так? Каких уровней бывает хадис Маудо? Каких уровней бывает хадис Маудо? Хадис Маудо бывает выдуманный, хадис бывает трех уровней. Первый уровень, выдуманный по единогласному мнению. То есть, единогласное мнение всех мухаддисов, то, что этот хадис выдуман. Это самый худший вид хадиса Маудо, выдуманного. Второй вид. Большинство ученых называют его Маудо, а некоторые говорят Матрук. А некоторые говорят, нет, этот хадис не доходит до уровня Маудо, он всего лишь Матрук. Или, как еще сказать, Мусарах или Матрух. То есть, да, и дидден. Говорят, мы назовем этот хадис очень слабым, но не называем его Маудо. Но большинство ученых называют его Маудо. Этот хуже или первый хуже? Первый хуже, этот полегче, так или нет? Так как первый, все единогласные, что он Маудо, а во втором большинство. И третий вид хадиса. Большинство ученых говорит, что этот хадис очень слабый, а некоторые из мухаддисов говорят, он Маудо. Он ложный, выдуманный. Ясно? То есть, этот легче, чем первые два. Этот легче, чем первые два. Вот таких три вида бывает хадис Маудо. Третий, большинство наоборот говорит, что он очень слабый. И некоторые говорят, что он Маудо. То есть, наоборот, второму виду хадиса. Теперь следующий вопрос. Можно ли передавать хадис Маудо? Можно ли передавать хадис Маудо? Единогласное мнение всех ученых о том, что нельзя передавать хадис Маудо. Единогласное мнение всех ученых о том, что передавание хадиса Маудо является запрещенным делом. Кроме как, если ты его передаешь для разъяснения, то что этот хадис Маудо. Кроме как, если ты передаешь его для того, чтобы разъяснить людям, что этот хадис выдуманный. Это исходя из слов пророка, салава алисаляма, Манхаддеса анни би хадис, тот, который расскажет от моего имени какой-либо хадис, Юра или Яра, Анну Кази, считает или, то есть убежден, или сомневается, то есть думает, что, возможно, он выдуман на пророка, салава алисаляма, то он один из лжецов, то он один из лжецов, или кази байни, то есть можно больше, можно больше, чем в числе, передавать их хадис. Это хадис Кавула Самура ибн Джундаба, который приводится где? В предисловии Саи Муслим, предисловия Саи Муслим, то есть слово Самура ибн Джундаба. То, что пророк салава там сказал, Манхаддеса анни би хадис, если кто-то будет рассказывать от меня хадис, думает или уверен, что этот хадис является ложью, то он один из лжецов. И в этом хадисе пришло Юра, а в другом пришло Яра, то есть зваривая этого хадиса. Юра, то есть он сомневается, этот хадис можно ли приписать пророка или нет, сказал ли это пророк или нет, и если человек сомневается и передает этот хадис от пророка, то этот человек лжец. А второй Яра уверен, уверен, что этот хадис ложь на пророка хадис, если он передает то же, что лжец. Это второй дополнительный вопрос, который мы рассмотрели. Теперь третий дополнительный вопрос, Третий дополнительный вопрос. Если человек намеренно налгал на пророка, то каково постановление относительно него? Что мы говорим о человеке, который намеренно лжет на посланника Аллаха? Как это делают у нас суфи? И так, как у нас это делают суфи, выдумывают садис от имени пророка, или что-то добавляют в него, или что-то убавляют в него, для того, чтобы поддержать свои ложные мнения, или свои ложные взгляды. Так вот, если человек налгал намеренно на посланник Аллаха, то относительно него есть разногласия среди ученых. Большинство ученых считают, что он совершил большой грех. Большинство ученых считают, что он совершает этим большой грех. А некоторые из ученых, а конкретно один из них, это Абу-Мухаммад Аль-Джуэйни. Абу-Мухаммад Аль-Джуэйни. Это отец кого? Имама Аль-Харамэйн. Отец имама Аль-Харамэйн Аль-Джуэйни, который написал в Аракас. Так вот, Абу-Мухаммад Аль-Джуэйни считает, что этот человек кафир, что этот человек неверующий, большим неверим, так вышел из ислама. Если человек выдумал на посланник Аллаха, специально зная это, без заставления, понимая то, что он делает, то человек кафир является неверующим, вышедшим из ислама. И более правильное мнение, что этот человек является большим грешником. Его грех хуже, чем грех распивания спиртового и так далее. Этот является большим грешником и практически выходит из ислама, но из ислама не выходит. Это более правильное мнение. Потому что нельзя этого человека называть кафиром. И пусть побоится любой, кто выдумывает на посланник Аллаха, Сарала Аль-Джуэйн, что-либо, делать это. Так как после этого он узнал, что некоторые из ученых считают, что этот человек вообще неверующий, не верит в Аллах и последний день. Понятно или нет? И это касается также братья переводов. То есть перевод слов пророка Сарала Аль-Джуэйна различается делать по смыслу. Но этот смысл не должен противоретить правильному смыслу, который хотел выставить пророк Сарала Аль-Джуэйн. Если человек что-либо добавляет или что-либо убавляет из слов пророка Сарала Аль-Джуэйна намеренно, то он подпадает под эту категорию. То же самое относится к словам ученых. Если какой-то человек переводит слова ученых и говорит, что какой-то ученый сказал так-то, а этого отрывка на самом деле нет, а этого отрывка на самом деле нет, тогда человек подобен этому фокусу, то есть получает также большой грех, потому что приписывает человеку то, что он не сказал. Хоть этот грех и является меньшим, чем возводить ложь на посланник Аллаха Сараллаху Али-Джуэйна. Понятно или нет? Это понятно. Дальше. Следующий вопрос. То, что некоторые из заблудших течений считают разрешенным выдумывать хадис на пророка Сараллаху Али-Джуэйна для того, чтобы побудить людей следовать за своим мазхабам. Это передается от каррамитов, это передается от каррамитов, кто такие каррамиты? Последователи Мухаммада ибн Каррама, так? Мухаммада ибн Каррама, которые говорят, что вера, чтобы человек был верующим, достаточно сказать для Аллаха и Аллаха языком, даже если он не верит в этот сердце. Получается, Мухаммад ибн Каррам считает лицемеров тем? Мусульманами верующими людьми, так или нет? То есть заблудший человек и заблудшие те, которые за ним следуют. Так вот, некоторые каррамиты считают, что разрешено выдумывать хадис на пророка Сараллаху Али-Джуэйна для поддержки своего мазхаба или для того, чтобы побудить людей к добру. И также это передается от некоторых суфьев, также это передается от некоторых суфьев и, соответственно, тех, которые вы перечисляли раньше, так? Из рафидитов и тому подобное. Маудова говорят в хадисах относительно лжи на пророка или на славежников или на последователей. Что касается лжи на обычных людей, то его не называют Маудова, так как это не хадис, который передается в книгах. Понятно, да? То есть это мы сейчас разговариваем относительно хадисоведения. Однако ложный человек также является большим врагом, так? И тоже называется что? С вымыслом, рожью и тому подобное. На этом что закончился последний вид хадиса, разбор последнего вида хадиса Аль-Маудова. Говорит Аль-Хатима. Говорит в завершение. Падам Назарь сказал Байфуни, «Охад этот каль-джогарь-масмели, там этого мазума с Аль-Байфуни». То есть этот мой стих так пришел подобно Джогар Аль-Масмон, драгоценному камню, который закрыт на его сохранение. Я назвал это, то есть, посторением Мазума Аль-Байфуни, говорит. Он пришел более чем в 34 куклетах. На этом завершились ее куклеты. Михаирин Кукина. Так, добро они завершились. То есть завершились они чем добром. Говорит Аш-Шаркова Сауды, разъяснение этих слов. То есть, это Байфуни, так. То есть, в ее окончании пришла в 34 куклетах. Каль-джогар Аль-Масмон, Аль-Масун. То есть, этот камень драгоценный, то есть, отворение подобно драгоценному камню, который Аль-Масун. То есть, охраняется, охраняется, так. Вот, аликассии на сайте, это из-за ее драгоценностей. Вот, снилогния, и того, как он хорошо это отворение свое поставил. И то, что он в небольшом количестве куклеток принес много фаиды и много смыслов. Сами этого Манзума Аль-Байфуни, говорит, я назвал это повторение Манзума Аль-Байфуни. То есть, я не нашел, к чему приписывание идет эта Байфуни. Это что такое Байфун? То есть, это имя человека, или это какой-то город, и так далее, и это необходимо. То есть, к чему приписывается приписка Байфуни, так? То есть, количество куклеток этого стихотворения 300-400 куклеток. То есть, завершились эти, это стихотворение завершилось добро, потому что вера в себе много пользует. И пусть отблагодарит Всевышний Аллах, Байфуни, так, всяким добром, и пусть Всевышний Аллах, Байфуни, так, всяким добром, и пусть Всевышний Аллах, Байфуни, так, чем довольством и принятием. И на этом что? На этом мы тоже завершаем разбор книгальной фаиды. Альбом, 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 альбом. Это была очень важна. Альбом, альбом. Спасибо. 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 Спасибо.